Эти дети еще тысячу лет не задумывались бы о том, что происходит в стране. И слава тебе, Господи. Не дай бог, не дай бог. Ну, слушай, нет, тут извини. Понятно, что детей в политику увлекать нельзя. Любой человек, который это делает, преступник, и должен сидеть без разговоров. Те, кто эту атаку в соцсетях организовал, должен сидеть в тюрьме в лучшем случае. Это вот твоя реакция на январские митинги, буквально. Объясни мне, пожалуйста. Во-первых, ты понимаешь, что когда ты делаешь это заявление, это уже вовлечение детей в политику. Потому что ты к ним обращаешься. И делаешь политическое заявление. Сложно сказать. Не очень понимаю этого. Меня возмущает, действительно, очень сильно возмущает, вовлечение ничего не понимающей молодежи в качестве будущего, в общем-то, на самом-то деле, в виде пушечного мяса, по сути. То есть, оно не случилось, потому что история прошла другим сценарием. Но на самом деле, именно они бы пошли, да? Они же дети. Правда? Они же дети. Это их убили. Ну, если говорить про январские события, Навальный вернулся в Россию. Он встал впереди, скажем так, тех людей, которые... Да, по Навальному я с тобой не могу согласиться. Об этом мы отдельно поговорим. Хотел бы все-таки понять вот этот твой комментарий. Потому что детей вовлекают в политику, никогда зовут на митинг. Дети, в принципе, вовлечены в политику, как ты правильно сказал, тоже на одном из твоих эфиров. Потому что, да, математика может существовать вне политики, да? Но математик вне политики существовать не может. Потому что политика, она вокруг. И дети, они в политическом пространстве существуют тоже. Они уже в нее вовлечены. Все, что ты делаешь этим заявлением, ты выступаешь на одной стороне. То есть, там, призывать детей идти на улицу под возможные пули и дубинки, это преступление. Ну, во-первых, призывов к детям не было. Это тоже верифицируемый факт. Призывы к детям выходить на митинг не было. У тебя есть дети? У меня нет. У тебя нет детей? Да. Прости, у меня Галя пришел из ТикТока. Пап, кто такой Навальный? Почему надо идти всем на площадь? Не надо. Призыва не было. Ну, вот наши зрители смотрят, пусть пришлют ссылку с призывом. Моя дочка получила вот это вот в интернете. Она спрашивает меня, кто такой Навальный, почему нужно идти на площадь. Это нормально или нет? Нет, Навальный призывает или не призывает? Подожди, я же не говорил, что это Навальный делает. Еще раз перечитать статус. Хорошо, кто делает? Любой человек, который это делает. Да, тот, кто сделает. Вариант, что подростки зовут друг друга, ты не рассматриваешь, да? Нет, это, конечно, организованная. Ну, если ты ТикТок смотришь, ты говоришь, что в ТикТоке увидел. Да, в ТикТоке подростки призывали подростков. Да, так, очевидно. Ну, давай, слушай, мы друг друга обманывать не будем. Ну, ты же сам понимаешь, что это отлично. Нет, с этим конкретно тезисом я не согласен. Я готов согласиться с какими-то другими. В ТикТоке подростки призывали подростков. Это действительно было. И это тоже, наверное, было. Ну, а так это была билусловно организованная. Невозможно таким образом это расшевелить. Вот так вот на много миллионов, чтобы каждый это знал. Мне потом писали. Столько матерей писала. У всех одна и та же история. Их дети получили эти призывы. Обязательно. Все. Везде. Ты считаешь, что это можно сделать случайно? Без организации? Покажи мне этот призыв. Я видел призывы не ходить. Я видел обращение учителей к детям не ходить. Это вовлечение детей в политику. Да, просто чтобы не было никаких сомнений на этот счет. Я видел угрозы детям. Я видел, как на детей давили психически. Вот это я все видел. А того, что ты описываешь, я не видел. Что не ходить, это то же самое, что ходить. Это как мир, это война. Понимаешь? Ну так все-таки нельзя. Мы говорим детям, что это не их дело, не суйтесь. Мы можем потом говорить о том, что любой подросток обязательно после этого пойдет. Поэтому мы должны были предвидеть эти действия. Но это уже как бы, понимаешь, что это, что называется, в вино это не поставишь. Если там, грубо говоря, частая ситуация. Частая ситуация. В православных семьях пережимают детей. И они уходят из церкви потом. Они перестают уходить. И родители думают, что же делать. Ну вот, блин, что я делал неправильно? Что я делал неправильно? Но ясно, что помыслы у человека были правильные. Он хотел привезти ребенка в церковь, но он не смог. За помыслы будет Господь судить. Правда ведь? Когда ты говоришь, не ходи, ты говоришь, ходи, извини меня, это противоположные вещи. Давай мы будем вот это различать. Пошли, это круто, на площадь пошли. Или не ходи, это не твоя война. Ты не знаешь ничего. Ты первый раз слышишь, что такое Навальный. Как ты можешь за него идти? Во-первых, не первый раз слышишь. Моя дочка первый раз слышал, кто такой Навальный. Момент, когда ее звали на площадь. Это что? Что это? Возможно, благодаря этому узнала, кто он такой. Ну, так работает информация. И что? Вот так работает. По-наросски. Потому что эти дети еще тысячу лет не задумывались бы о том, что происходит в стране. И слава тебе Господи, потому что... Не дай Бог, не дай Бог. Ну, слушай, нет. Тут, извини. Это очень взрослая тема. То, что происходит в мире сейчас, это очень взрослая тема. Это тема, которая определяет... 25 плюс. То есть мы... Это же 28 плюс. Совершеннолетие. Значит, на Донбассе 18 лет воевать можно, а на улицу у кого нельзя. Я не пошлю своего ребенка вывода на Донбассе. Ну, в государстве туда собирает. Призыв у нас в стране до сих пор есть. Подожди. Одна секунда. Давай сетка что-нибудь аккуратнее. Значит, призыв, который был на Донбасс, регулярные войска, по-моему, нет. Хорошо. Может быть, там... Рекрутинг на Донбасс происходил в том числе молодежи в центре Москвы. Я это видел своими глазами. Стояли парамилитаристские организации, прям палаточки стояли. Я все это видел. Это абсолютно суда. Хорошо. То есть, все люди, которые... Молодые люди. Слушай, вот это дело... А кто поставил им палаточку, позволил поставить палаточку? Ну, ты хочешь, чтобы я защищал людей, которые им поставили палаточку? Нет, я просто... Ну, просто понимаешь, да, что в современной России поставить палаточку в центре Москвы, это политическое решение. Я здесь не подвязался защищать власть вообще. Нет, а я пытаюсь разобраться в твоей позиции. Но моя позиция... То есть, ты власти ослуждаешь в этой ситуации. Конечно, детей, политика... Не надо привлекать в них кучу всего. Они должны образовать. Я решаю сделали. Хорошо. А это на самом деле хороший шаг. Я Миша говорю, забей на этот же папку. А что ты про это думаешь? Что ты про то думаешь? Миша, тебя все раз. Это важнее, чем то, что я про это думал. Все они говно. И власти, оппозиция наша почти вся говно. Это все, что ты должен знать, на самом деле. Этого достаточно тебе. Это неправда. Ну, понятно, да. Папа не говно, а в политику лезет. Это понятно, да. Исключения есть. Но в принципе, в целом, понимаешь, вот единственное, что, грубо говоря, чтобы не думать слишком много в эту сторону, в молодые мозги, он должен думать о науках. Они об этом. Ты понимаешь, да, что жизнь человека, политика, в большей степени, чем наука. 25 плюс. Чем позже, тем лучше. Лучше 40 плюс. Вот честно. Чем позже ты начал, грубо говоря, ты начинаешь заниматься политикой тогда, когда ты немощен во всем остальном. Вот это моя позиция. Наполеон и Жанна Д'Арк сейчас перевернулись с их мобилой. Ну, хрен с ними. То есть, образование, вот что делает реально мир лучше. Вот по-настоящему лучше. И вот поэтому то, что сейчас делали, это величайшее преступление. Сокон просветительности это величайшее преступление нашей власти. Смотри, а знаешь, почему это произошло? Понимаешь? Политика недостаточно, люди интересовались. Даже так и так работают. А почему? Потому что они могут все что угодно сейчас делать. У тебя, кстати, раз уж мы подошли к этому, к этой теме, у меня есть еще одна цитата твоя. Как раз про... Сейчас я надеюсь, что я ее найду. Господи, боже мой. Не, ну, кстати, ты назвал. Кстати, вот наезд ты должен был сделать сейчас, ты пропустил. Знаешь, как, когда играешь в шахматы, да? Я на тебя сейчас другой наезд сделал, ты не видишь что-то, наезд, с которым хочу сделать. Ты видишь, что к нему мог быть такой шах, что он почти мат, да? Ну, хорошо. И ты не сделал этот ход. А надо было сказать, ты всегда был за абсолютную власть, получай. Она из-за этого смогла сделать закон о просветительстве. Ты имеешь в виду, что он был за абсолютный момент. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.